Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Три звезды. Новый детективный сериал кинокомпания «Дикси» снимает в Анапе. В администрации Анапы прошел совет безопасности при главе города-курорта Сергея Сергееве. Рассматривались меры по предотвращению и пресечению самовольного строительства на территории муниципального образования. На сегодняшний день в реестре учета самостроев значится 601 объект. Как показывает практика, проблема заключается в следующем. Нерадивые застройщики сначала возводят объект, а только потом по факту оформляют документы. Некоторые используют участок не по целевому назначению. На земле по ДЖС строят коммерческие объекты. С теми, кто вопреки законам и предписаниям продолжает строительство, теперь будут поступать жестко. Снос неизбежен. В ближайшее время власти Анапы сделают сферу строительства прозрачной. Пока же зачастую незаконно возводятся не только частные домики, но и многоэтажные здания. Глава курорта Сергей Сергеев провел совет безопасности по борьбе с самостроями. По данным, за прошлый год и первый квартал 2013 года значится 601 самострой. Из них 55 на квартирных домов, 212 объектов коммерческого назначения и 334 индивидуальных жилых домов. С 1 января этого года администрации Анапы было подано в суд 41 исковое заявление о сносе самовольных построек. Мэр Анапы отметил, более 80% обращений граждан на приемах касаются именно самовольных строений. Я пришел к выбору. Первый участок, если проходит оформление, оформляется на подсадных лицах. Сложилась уже система, схема работы порочная. Что мы имеем? Кроме возмущения граждан, мы имеем бешеную нагрузку, сверхнагрузку на коммунальные сети. Мы имеем обманутых дочек. Меры по предотвращению и пресечению самовольного строительства на территории муниципального образования. Об этом в своем докладе говорила первая заместитель главы Светлана Яровая. Одним из распространенных правонарушений в области строительства является возведение многоквартирных жилых домов без документации в целях получения прибыли от продажи квартир. Одним за одним застройщики возводят дома в совершенно не отведенных для этих целей участках. А потом через суды стараются строение узаконить. В администрацию уже впоследствии обращаются граждане, которые приобрели в этих домах квартиры и за защитой своих прав, так как, в общем-то, они лишены элементарных удостов для существования. Возникает трудность с подключением календарного ресурса. И уже администрация участвует в обеспечении собственников квартир коммунальными условиями. Следующие вопиющие примеры строения на углу улиц Самбурово и Первомайское. Участок под индивидуальное жилое строение по законодательству должен быть не менее трех соток. По документам изначально значился торговый павильон, а теперь возводится многоэтажный жилой дом на 194 квадратных метра. Шевченко-Владимирская. Здесь разрешение дано на трехэтажную гостиницу, а выстраивается шесть этажей. Стремительными темпами ведется самовольное строительство коммерческих объектов. Так в селе Витязево многие постройки по документам значились под ИЖС. В итоге на земельных участках появились большие торговые объекты. Докладывая об исполнении судебных решений по самостроям, начальник Анамского отдела Федеральной службы судебных приставов Хизир Сагов отметил, в службе судебных приставов сейчас 60 исполнительных производств по сносу самовольных строений. Федеральная служба судебных приставов принято решение сносить самостроя за счет федеральных средств. В ближайшее время уже шесть объектов, расположенных на побережье Анапы, будут снесены. В ближайшие две недели рейдовая комиссия продолжит свою работу. Работа по выявлению самостроев будет идти на Пионерском проспекте и в самой Анапе. Этим летом анапчанам и гостям курорта будет где посидеть, отдохнуть и подышать целебным кислородным коктейлем, которым располагает наш город-курорт. К началу курортного сезона в Анапе установят 200 скамеек для отдыха. Особое внимание для установки скамеек будет уделяться набережной, зонам прогулок, теренкурам, местам с массовым пребыванием людей. Работа по установке начнется уже на следующей неделе. Задачу по установке скамеек для отдыха поставил глава города Сергей Сергеев. Об этом он написал в своем микроблоге Твиттер. Зовемся курортом, а анапчанам и гостям нашим даже присесть и отдохнуть негде. К началу курортного сезона будет установлено минимум 200 лавочек для отдыха. Особое внимание курортной части города, паркам, скверам и набережной. Более того, каждый анапчанин и гость курорта может внести свой вклад в дислокацию скамеек. Глава города Сергей Сергеев ждет конструктивные предложения о местах установки лавочек в своем Твиттере. Первые предложения от анапчан уже появились на аллее вдоль проспекта Революции и по периметру театральной площади. Сегодня утром прохожие в оживленном месте курортной части города возле Дому культуры Родина задерживались с одним вопросом. Что происходит? У входа в Дом культуры дежурит полиция, припарковано десяток спецавтомобилей. Здесь снимается кино. Компания «Дикси», известная по многим сериалам, в том числе «Глухарь», снимает 30-серийный фильм под названием «Три звезды», главные герои которого не могут поделить доставшуюся в наследство гостиницу. Это будет скорее ироничный, чем детективный сериал. По сценарию действие происходит в небольшом южном городке. Главные режиссеры-постановщики Мячеслав Юзовский, Сергей Лисогоров, Влад Николаев долго выбирали место съемок, где был бы чистым задний план, без баннеров и рекламных щитов, а также подходящее здание без вывесок. И вот нашли. Здесь будет снято несколько сцен, остальные в павильоне и у моря. До конца съемок остался месяц. Дирекция проекта предполагает начать с трансляции сериала «Три звезды» на канале НТВ осенью этого года. Никиношная история поступает от сотрудников правоохранительных органов. Анапские полицейские за совершение административного правонарушения задержали мужчину. Позже он обзавелся еще одной статьей, теперь уже Уголовного кодекса, связанной с незаконным оборотом наркотических веществ. Оказавшись в пункте полиции, задержанный, пытаясь скрыть улики, начал поспешно глотать свертки с наркотиками, но поперхнулся. Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Полицейские изъяли два полиэтиленовых свертка с метадоном массой 1,23 грамма. А вот пассажир авиарейса «Москва-Анапа» не поперхнулся и по действиям наркотиков стал вести себя крайне агрессивно. Здравствуйте! Не ломайте сиденья! Здравствуйте! Пройдемте, пожалуйста, с тобой! Примерно так себя вел молодой человек весь полет. Нецензурно выражался в адрес пассажиров и членов экипажа, провоцировал драку. Увидев сотрудников полиции, перешел в нападение. Кто я? Нет! Вы зачем меня ударили? Вы зачем меня ударили? Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления наркотиков. Составлены два административных материала за хулиганство и употребление наркотических веществ. Как рассказал позже сам Дебошир, он ехал в Геленджик в реабилитационный центр для лечения от наркотической зависимости. Вчера Анапа встретил участников велопробега Гран-при Сочи. Первый этап протяженностью 180 километров. Спортсмены прошли без происшествий, удачно финишировав на улице Горького в Анапе. Напомним, что первым финишировал участник от Украины Виталий Попков. Вторым прибыл его земляк Виталий Буц. А третьим стал латвийский спортсмен Ренис Андреяковс. Сегодня в Анапе стартовал второй этап велогонки. С подробностями Алина Гумерова. Сегодня стартовал второй, самый короткий этап международной многодневной велогонки Гран-при Сочи 2013. Маршрутом протяженностью 128,4 километра, что почти на 50 километров короче, чем предыдущий заезд. Маршрут второго этапа это Анапа, Чембурка, Верхнебаканский, Натухаевская, Гостогаевская, Варениковская, Юровка и обратно в Анапу на финишную площадку на улице Горького. Многодневная велогонка Гран-при Сочи одна из основных в всероссийском календаре соревнований по велосипедному спорту. Почему из основных? Ну, во-первых, одна из старейших гонок, она проводится с 1954 года. И если посмотреть на победителей за все время проведения этих соревнований, то среди них и олимпийские чемпионы. Кстати, первый олимпийский наш советский чемпион Виктор Компитонов по велосипедному спорту. Все ведущие и советские, и российские велосипедисты прошли через эту гонку. Поболеть за российские команды смогли прийти все желающие. Пока велосипедисты участвовали в гонке, болельщики поучаствовали в викторине, все вопросы которой касались велосипедного спорта. Самые сообразительные, за правильные ответы получили подарки. Мне было очень приятно получить этот приз. Я ответила на вопрос, когда был изобретен первый велосипед. Спасибо организаторам этого конкурса большое. В каком году изобрели велосипед? Я ответила в 1896 год, когда начались олимпийские игры, и мне... Сначала пробный вариант, потом зачетный. Готовы? Пока. Внимание! Тем временем велогонка приблизилась к финишу. Судьбу спортсменов решили сотые доли секунды. Лидеры определяли по фотофинишу. Победителем второго дня соревнований стал россиянин Максим Разумов. Серебро, как и вчера, завоевал украинец Виталий Буц. Третье место у грека Георгия Сабугласа. Гонка была очень нервная. Пачка рвалась. Несколько раз, раз пять, наверное, были завалы. Но мне, к счастью, удалось все избежать. Я был впереди и чувствовал себя уверенно. Не обошлось, конечно же, и без вручения майок первенства. Переходящую зеленую майку победителя в горной классификации заработал сегодня украинец Андрей Хрипта. Фиолетовая майка самого активного гонщика, то есть заработавшего наибольшее количество очков на промежуточных этапах, по-прежнему Виталия Буца. Желтая майка лидера со вчерашнего дня тоже не поменяла владельца, украинца Виталия Попкова. По традиции победителям вручили медали и шампанское. Многие из велогонщиков, участвуя в международных соревнованиях, опробовали гостеприимность и качество дорог многих стран мира. Анапа иностранцы остались очень довольны. Завтра все они снова отправляются в путь, в третий этап групповой гонки Новороссийск-Небук. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Далее прогноз погоды, который выходит при поддержке стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможно эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В пятницу 5 апреля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 11-13 градусов выше нуля, ночью до плюс 10. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 10 градусов по Цельсию. И это все на сегодня. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.